друзья всем привет наконец-то я вчера получила корейцев которых ждала 21 день ну я конечно когда разворачивала их я прям приходила в восторг потому что доехали они вообще все прекрасно как будто только что с грядки подтянутых нет листьев отсушенных очень мало ну вообще прям замечательно выглядит и замечательно сохранились вот выложила сюда одну часть сейчас ее сниму потом переложу будет вторая часть но в одном видео просто все не влезли но приступим свои растения доставать в этот раз не стала некоторые у меня есть из этой коллекции вот из-за этого привоза есть у меня свои но это займет очень долгое время у меня больше часа составлять их назад на полке выставлять в общем как то так сегодня на полках летом когда они стояли за окном было проще с этим делом так это эхиверия амаренсис это гибрид лау вот такие две красивые розеточки вот это одна с деткой побольше которая поменьше на стволе без детки эхиверия рейнбоу практически две одинаковые розетки очень яркие очень красочные замечательные это уникальное растение седум ее еще называют второе название голубой лотос но это на самом деле седум седум душистый по-другому называют его растение конечно уникальное вообще не похож ни на один седум который существует в природе но это действительно седум цветет он невероятно красиво небольшие цветоносы с разных сторон у него выходят и пахнут они просто не передать как классное растение такое вот таких две розетки да девочки хочу сказать что часть растений уже продано многие были под заказ но большая часть еще в наличии это эхиверия пыльная роза мой телефон последнее время вообще снимает все как пыльная в какой-то белой дымке вот постараюсь как-нибудь поближе вот такая классная шичка тут три головы я себе тоже оставлю одну потому что я вообще себе вчера наложила целую кучу как царь кощей над златом чахла а потом брала все потому что посмотрела и так здраво рассудила что у меня вообще нет места на полках то есть все битком все вплотную и поэтому скрипя сердце скрипя зубами я их выложила обратно так это эхиверия мина такая эхиверия у меня есть с прошлой закупки они пришли очень вытянутые я их отдавала по уценке но и оставила себе такую длинную одну тощую соплю и вот это сейчас сопля наращивает макушечку красивая обалденный ну вот знаете она в живую вот сейчас как я вижу в камере в живой она намного темней живой на темно-вишневая вот наверное такая даже еще темней но не улавливает камера всех всех оттенков темно темно вишневая на и листья блестящие глянцевые очень классная розетка вообще классный вид я себе давно такую хотела но большую не буду теперь оставлять буду ждать когда вырастет моя потягушка срубленная голова вот такие ну вот такого она где-то цвета как правая под разным углом разные оттенки вот наверное такая нет темней темнее темнее однозначно вот наверное вот так как сейчас правая такой оттенок вообще красота я бы на них смотрела и смотрела это эхиверия трампет пинки трубочки есть у меня такая не стала приносить ой чайник визжит так что у нас дальше это эхиверия дарк айс одна чуть побольше другая чуть поменьше но будут обе по одной цене потому что пришли они по одной цене так что у нас дальше 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 у нас вот эхиверия black hawk черный ястреб но замечательное растение у него уникальное строение розетки листья такие это гибрид топси турви и кого-то еще не помню кого ну вот от топси турви вот эти листья загнутые очень симметричные очень красиво смотрится вообще розетка конечно красивая вот одна побольше и две поменьше на длинных стволах ствол можно будет укоротить кому как нравится кто-то любит выращивать на ножках так это эхиверия монокеротис варегата это гибрид ахиверия пурпузорум вот чуть-чуть она подсохла но это не критично пурпузорум они вообще очень живучие вот такая розеточка я читала что монокеротис и даже обычной формы иногда могут заварегатиться и как будет дальше варегат ность вот у любого варегатного растения то есть предположить невозможно она может исчезнуть может потом заново появиться вот ну здесь мы видим но не сильно варегатность но такую заметную это эхиверия пинк шампанское розовое шампанское шампань по-другому ее еще называют вот такая розеточка у меня такая есть моя сейчас прям внутри вообще малиновая малиновая будто в ней прям налили туда либо вина либо крови но такая интересная конечно она такая одна розетка эхиверия чихуахуэнсис руби блажь или блушь наверное все таки блажь но не дружуя с английским эшка такая прям мощная жирная листья такие у нее прям невероятно пузатые как их корейцы откармливают на каких они их дрожжах там выращивают это остается загадкой они прям все у них такие как на подбор вот моя чихуа вот кисточкой дотрагиваясь до нее доставать не стала вообще ее практически не видно но моей листики потащей значит на липецкой земле на взросшена не на корейской эхиверия монбланк монбланк бланк 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 монбланк вот такая пузатенькая такая шикарная шочка все листики у нее как блюдца загнуты очень своеобразные кстати монбланк это гибрид хивери лау и хивери атлантида но заметно атлантида у нее вот такие листики цвет от лау на лед ну вот если смотришь на нее сразу видно что она дочь атлантиды прям сто процентов друзья это эхиверия примера если я не ошибаюсь потому что многие из них пришли без названий название я уже определяла сама пыталась перевести с корейского вот ну в общем по моему она примера если я щас ошибаюсь потом когда буду редактировать видео подпишу правильное название вот такая прикольная примера такой шарик жирный плотный вот такая это эхиверия марун хилл две розетки 1 побольше листья раскинула но не тянется какой-то интересный листик у нее нет это отсвечивать так я думала в регатность вот это вот чуть-чуть листики раскинула но видите она не тянется просто раскинула листья сейчас она на свет на свету наберет оттенок дней за пять и станет темненькой так рейнбоу это вот сюда так чарлис розы вот две такие интересные розеточки чарльз розы классные не очень нравится шарики такие мелколистные это бородавчатый сорт хиверия мару бабы не цуката или цукаса мару бабы не точно я вас сейчас просвещу вообще классная конечно розетка в камеру не видно но листики у нее бархатные и она намного намного темнее чем вот снимает ее сейчас камера она практически знаете какая-то черно-черно бордовая не знаю как телефон повернуть нет он прям слишком ярко снимает не то совсем не то ну бородавки видно узор виден вот такая красота розетка небольшая но не дешевая так кого еще не показывала не показывала я тинбургер я привыкла называть тинбургер вообще по моему тайне бергер правильней правильно но не знаю в общем я привыкла тинбургер напишу правильное название моя тинбургер сейчас вот это одна вот это вторая вот моя такая была летом сейчас моя стала сейчас покажу вам конечно вот если их поставить час рядом даже не скажу что это одно и то же растение если дотяну сейчас на полках покажу друзья сдвинула часть растений вот фиолетовая в углу ну не знаю не пролезу ну вот вот это вот пинцет ее касается вот такая она сейчас у меня там детку она родила но вообще очень резко изменилась с того момента как я и занесла на полке цвет у нее стал насыщенный такой сиреневый какой-то розово-фиолетово-сиреневый а вот а листья у нее подсдулись на улице она была вот такая как сейчас пришли корейцы но тоже неплохо смотрится не могу приблизить к сожалению тут у меня все городушки наклонила горшок пинцетом чтобы так серединка была видна ну вот такая шечка так какого я тут еще не показывала не показывала я их и вере блуберт блуберт правильно берт блуберт так сейчас бирку эту скину вот такая розетка симпатичная розовенькая красавишна и хиверия куспидата я обожаю этот сорт сейчас вам покажу свою если долезу розетка прям тяжелая тяжелая не знаю грамм наверное подставник мощная такая вообще крутая большая она будет ярче она будет намного ярче ну по крайней мере у меня ярче она тихо не падай друзья вот кисточкой доказываюсь вот она это моя куспи дата вот видите она розовее намного чем сейчас пришла из корей но она изменит окрас на окрашивается хорошо летом она сжимается в колобок сейчас она чуть-чуть подростка пустилась у меня но все равно прекрасно от листа размножается туго но как бы знаете как туго детки вылезают но ждать приходится очень долго процесс не быстрый вот допустим первых фон нюрберг она размножается от листа там за за 10 дней уже появляется какой-то там намек на детку на корешки это долго думает недели три под месяц но все равно надумывает так но отсюда я уже все показала вроде сейчас пробежалась глазами а плеос пилос то я по моему не показывал уже не помню вот один единственный плеос пилос он приходил девушке под заказ жанночка привет тебе жанночка из воронежа вот чуть-чуть он окрас потерял на 21 день как-никак но он его наберет редкий очень плеос пилос редкий окрас будет он вообще такой фиолетово-фиолетово-сиреневый невероятный будет красивый зеленые часто встречаются вот эти редкие ну все тут показала всех друзья вот загрузила вторую партию все влезли рассказываю так это их вере арпет очень интересная конечно эшка форма у нее такая листики загнуты как ложечки у меня такая есть с лета я себе оставляла пришла она в себя сейчас покажу вам ее если дотянусь вот голубая в самом центре самого края к стеклу кисточкой даже не дотянуть потому что листья поврежем с телефоном это вообще тут лампы висят неудобно очень это делать вот вот это так надо сразу ее скинуть вот так короче лезу моя сейчас порозовей и пожирней но эти тоже приехали красавчики просто красавчики это эхиверия шамонг это эхиверия была под заказ невероятно красивая она просто одна была продавца я бы еще взяла конечно невероятная нежнятинка такая прям съел бы это эхиверия ангел спайгер не знаю как правильно читается или спингер или спингер наверно спингер все-таки но такой вот я языковед их 34 розетки 4 3 одного размера вот эти и одна чуть побольше но на и цветом немножко отличается но вид один так это эхиверия красная руби дона всегда темная всегда ярко окрашенная даже если окрас пропадает прям чисто зеленая она не бывает моя посветлее вот эти темные моя посветлее сейчас найду на полках на по моему на кухне у меня стоит вот моя руби дона это эхиверия эстер до своей эстер я не дотянусь потому что она у меня в самом конце я чтобы полить ее даже составляла вот недавно горшки все потому что я до нее вообще реально не дотягивалась но эстер будет еще ярче еще ярче еще насыщенней это гибрид полидонис у нее края листья пошире чем полидонис и края у нее самые кончики краешков они у нее намного тоньше чем у полидонис и вот эти краешки они очень ярко окрашиваются и впоследствии сам лист тоже набирает окраску вот здесь вот здесь вот он будет потом красноватый весь под лампами на ярком солнце она очень хорошо любит реагирует хорошо на яркий свет и воздает старицей моя эстер к самому к самому краю вот завтра глоб завтра glow там торчит какая-то часть розетки чтобы не запутаться пойду по этому ряду это эхиверия colorado colorado конечно шикарная но ее забрали уже ее нет моя colorado вот в самом самой середине к стеклу что все какие мне нужно показывать они все к середине к стеклу закон подлости это просто шикарность эхиверия рома огромная тяжелая откормленная такая вообще обалденная две розетки здесь две головы вообще суперская конечно цвет у нее такой интересный но чуть-чуть она позеленела в посылке все-таки 21 день это конечно же срок ну вот потому что температура была невысокая все они доехали хорошо и вот только некоторые чуть-чуть потеряли окрас эхиверия рома а это эхиверия роман окончен школьный роман вот ну прикольный тоже роман красивый такой кончики у него загнуты и вообще розеточка симпатичная будет он еще ярче под лампами эхиверия айсберг классная такая тоже жирная упитанная и воспитанная тоже это гибрид лау эхиверия шейх вот шейхов 2 и они разные разные по окрасу ну потом они будут одинакового окраса по-любому просто они видимо воспитывались в разных условиях может быть грунт у них был разный может быть вот это было под зажаристей может быть на солнце стояла не знаю как их там корейцы воспитывают но все равно это это шикарная то есть признаки вот все и в одно и другое присутствуют это вот легкая очерченность на листьях будто как карандашом так черканули слегка кончики красные на прикольные очень красивые розетки великолепные даже не знаю какая лучше я бы наверное себе вот если поставлять даже не знаю какой оставила зеленая вообще зеленые обожаю розетки зеленая классная это тоже такая яркая прям ядреная вообще обалденная это эхиверия крем-сити вот такая штучка жирная толстая упитанная вообще классненькая тяжелая не знаю так вот сколько в ней грамм тоже 100 наверно будет так это граф то петалом русби чуть-чуть под засох но не критично воскреснет как его опустишь земельку влажную все корешки пойдут и он воскреснет вообще вот этот граф то петалом у него свойства розетки никогда не бывают такие прям калины и вот агавоидный тому примеру возьмешь вот ну ту же вот руби дону взять у нее листья когда налиты водой они прям каменные а у этого граф то петалом и все время такие вот мягкие листики вот он мой с краешку стоит не вот листики мягкие все все мягкие но такое чувство что он вялый но вот это его специфика эхиверия мобина варигатная обалденная вот этот пахифитум я не произнесу правильно вообще по-любому не произнесу курика ты курика ты кану посмейтесь надо мной не знаю не знаю как я его произнести напишу кто английский знает прочтет правильно и вот второй такой же этот больше размером эхиверия типи это тоже гибрид лау ну типи забрали классная такая вообще мощная обалденная розетка это грабтоверия сван лебедь такие листики у нее очень и очень острые вообще замечательно знаете я искала фотографии в интернете и вот многие даже на фотках пользователей других хуже чем приехали вот сейчас в этот раз ко мне вообще уникальные конечно экземплярчики красивые очень вот их три розетки это эхиверия фрида калу зеленые с красными кончиками и на концах листиков у нее такие шерстинки ворсинки это монстрозная фаукария называется она фаукария туберкулоза филина филина это обычное название фаукария филина распространенное название а это как бы уже монстрозная форма филина и вот назвали ее туберкулоза название конечно не очень хорошее туберкулез ну как назвали никуда не денешься мне больше нравится монстрозная фаукария и . потому что других монстрозных нет форм глиб как-нибудь поинтереснее назвать но не связанные с туберкулезом но растение конечно удивительные вот эти все пупырки бородавки мы привыкли уже к хевериям на которых есть бородавки но вот на фаукариях вот эти бородавки конечно же тоже редкость это не часто встречающиеся растения и в коллекциях и в продаже поэтому вот такая штучка вот даже с цветочком представляете даже с цветоносом это двойняшка хеверия магикан тоже такое интересное растение не дешевое растение прям не очень дешевая я просматривала когда искал фотографии просматривал какие-то там сайты но просто в интернете даже не знаю как называются эти сайты и вот там размер розетки чуть побольше но и там и цены такие поднебесные там и по 40 долларов и по 38 долларов и по 30 долларов прямо что-то с чем-то очень дорогая это конечно дешевле но не знаю я вот вообще не представляю не понимаю как складываются цены из чего они складываются как бы своя теория у меня есть как-нибудь может быть сниму на это про это отдельное видео ну вот как складывается цена на растения вот у таких у больших поставщиков цветочных даже не могу сказать не знаю правильно произношу или нет это хеверия жаде пайнт агавоидная такая хеверия две розетки здесь одну купили одна есть продажи ну классный обожаю всех зеленых особенно с красными кончиками такие не яркие вот прям столько сразу радости в коллекцию они вносят у среди сиреневых поставить какую-то зелепушечку вообще прям сразу сочность появляется на полке так что у нас дальше 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 так наверно с этого края дойду и все немножечко осталось это по хеверия парадокса это конечно уникальное растение я мне на так нравится что я заказала аж два кластер чтобы всем хватило потому что действительно розетки очень красивые и цвет и форма и вообще и вот растет она как вы видите куртиной то есть от одного ствола потом впоследствии дети рождаются и получается вот такая красивая куртина вообще великолепная не знаю прям суперская вообще на мой взгляд вообще на шикарные вот вторая второй кластер вот здесь они чуть-чуть покрупней но чуть-чуть поразлате и но все равно они вообще классные просто классные одну себе оставлю конечно вот остальные но их тут много достаточно много штук наверно 10 розеток так что на 10 человек я думаю хватит так но и осталось три розетки это и хеверия купит купидон ой да что ж нет резкости ну в общем купид купид есть у многих поросячьи пятачки со временем тем временем как розетка начинает стариться как у нее начинают расти в обильном количестве листья вот эти вот кончики листьев будут у нее с точкой похож на поросячьи рыльца у меня моя большая стоит она в зале не притащила я ее на мне сейчас такого сиренево-розового цвета и рыльца у нее сейчас начали активно образовываться вот наверное будет настоящий и цвет какая на сейчас это и хеверия черная роза растение не дешевое вот размер розетки наверное сантиметров пять может быть чуть побольше ну где-то пять тяжелые увесистые такое компактное обалденное у меня есть черная роза но когда она будет похож вот на эту черную розу это я не просто даже не могу предположить процесс очень медленный из потягушки она превращается в черную розу уже наверное месяцев наверное может быть пять может быть четыре нет пять наверно нету но месяца 4 внутри точно и вот такого вида она у меня достигнет если хорошо будет расти где-то наверное может быть через год но тем интересен процесс и задохлика тоже очень интересно вырастить розетку и и потом сказать да я это сделал друзья опять в центре в центре кадра зеленая вот в центре кадра это моя черная роза которая сейчас пока наращивает голову чуть-чуть начинает окрашиваться но все у нее только впереди видите ствол вытянут розетку голову нарастет компактная ее отрублю оставлю пень там как походу а может быть она вообще сдохнет вот у меня сейчас открыто окно вот я снимаю видео окно открыто может быть ей продукт продует шею и все и она длинит кони поэтому тут ничего нельзя сказать точно это эхиверия хосикейш называется она так хосикейш но я читала что эхиверия монро оранж эхиверия потасино и вот это хосикейш она они практически один и тот же вид может быть там кого-то с кем-то скрещивали при выведении этих видов но в итоге получалось одно и то же растение я когда она приехала я ее вынула из посылки думаю я же монро оранж вроде не заказывала она приехала потом смотрю на ней бирка хосикейш ну да все верно посмотрела прайс хосикейш ну монро оранж это по-другому это монро оранж три названия потасино монро оранж и хосикейш это одно и то же сейчас покажу вам свою монро друзья на долезла вот в центре розово-сиреневая розетка это монро оранж почему называется оранж потому что когда стирается на лед с ее кончиков листьев листья эти становятся оранжевого цвета и вот если полностью обтереть на лед с краев то она вообще приобретает оранжевый оттенок вот поэтому она и названа монро оранж вот как-то так съемка на полках это просто ужасно не дотягиваешься расстояние маленькая ну я думаю видно да чуть-чуть хотя бы видно мне ой лампа свалилась мне нравится вид ее издали смотрите вот она прям тоже такая прям заметная ну все друзья показала вам всю коллекцию пока я туда-сюда снимала растение переставляла пока лазила на полке уже на улице темно и вот практически под лампами ну вернее под освещением подкомнатным вот эти сейчас растения я вот только что догадалась надо было снимать линейка чтобы показать вам размер ну вот так приблизительно вот так приблизительно ой вот приблизительно рубидоны но они одинаковые но по пять сантиметров где-то это вот в ширину больше вернее в ширину меньше а в длину больше вот так вот это четыре с половиной сантиметра так на сантиметров 6 ну и так прикидывать сейчас рому снимем войну роман бесполезные это только вот так надо по одной голове восемь сантиметров одна розетка у рома шейхи по 5 где-то так роза это было которое пять с половиной где-то монро оранж весистая такая тяжелая вот восемь сантиметров но эти тоже вот смотрите так эти поменьше немножко где-то листа я же смотрю через камеру ну где-то вот так 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 кого еще лебеди лебеди ну вот он лебедь лебедь так этих показывала фрэвел ну фрэвел сжат сейчас он сжат куда его положить сжатом состоянии так и ширина ну 4 на 4 где-то вот так приблизительно это пять пять с половиной это тоже большая сантиметров 6 на на под 7 ну да такие размеры все друзья всем спасибо за просмотр пока пока побежала и редактировать видео всем здоровых жирных сочных растений и погод в доме пока пока